Пожары в Саранске Автор рассказа Лев Шейнин В третьем часу ночи Бочков, сторож столярной мастерской в Саранске, вышел покурить. Апрель был на исходе, но ночь стояла темная, как в сентябре. Бочков жадно затянулся папироской и уже собирался по привычке сплюнуть, как чуть не поперхнулся. Из выходящего на двор столярной мастерской окна Нарсуда густо валил оранжевый дым и языки пламени с треском вились по рамам. Бочков бросился к телефону и через несколько минут примчались пожарные. Они быстро ликвидировали пожар и выяснилось, что огонь возник в помещении Нарсуда, где на полу оказались сваленные в кучу облитые керосином судебные дела. Всего сгорело около сорока дел, но сохранились алфавиты и картотека, и дела нетрудно было восстановить. Загадочный поджог суда взволновал весь город. Строились всевозможные версии и предположения. Местные следственные власти решили, что поджог учинен уголовниками, не то из мести, не то из понятного стремления уничтожить судебные дела. Эту версию разделял и старший Нарсудья Демидов. На всякий случай арестовали уборщицу Нарсуда Гусеву, исполнявшую одновременно обязанности старожихи. При этом мудро рассудили, что если Гусева и не повинна в поджоге, то уж в халатности изобличена безусловно. Следствие шло, как принято говорить, полным ходом, но события продолжали разворачиваться и через две с лишним недели обернулись совершенно неожиданным образом. В ночь на 16 мая снова подожгли Нарсуд. Причем принятая на работу после первого поджога старожиха Стешина оказалась убитой. И второй пожар был замечен ночью все тем же неугомонным Бочковым. Приехавшие пожарные застали страшную картину полного разгрома суда. На этот раз сгорело около 400 дел. Сгорели алфавиты и картотека. Стешину убили в ее комнате, разморжив ей череп. Оттуда труп волоком тащили в канцелярию. На это указывали следы крови на полу, где его обложили делами, облили керосином и подожгли. Был сбит со стены и выброшен за окно электрический счетчик. Настенный телефон старательно и искусно подожжен. Из камеры судебного исполнителя была выволочена на двор почему-то хранившаяся там старая перина. Письменные столы судей Демидова и Палатова взломаны топором. Словом, была типичная картина разбойничего налета на суд. Пять месяцев после этого топтались на месте саранские следственные власти. Сначала было единодушно признано, что поджоги ученены какой-то загадочной бандитской шайкой. Весь вопрос сводился только к тому, чтобы эту шайку изловить. Но это не удавалось. Местный угрозыск переворошил все свои архивы, однако не находил ничего подходящего. Старший следователь прокуратуры Мордовской республики Коннов исписал огромное количество бумаги и передопросил чуть ли не весь город, но все подозреваемые, как бы сговорившись, представляли неоспоримое алиби. В середине сентября 1936 года прокурор Советского Союза предложил мне и работнику Мура Осипову выехать на место и принять энергичные меры к раскрытию этого дела. В ту же ночь мы выехали в Саранск. Признаться, мы ехали туда с сомнением в успехе. Очень трудно вести расследование через пять месяцев после совершения преступления, да еще такого специфического, как двойной поджог с убийством. В таких случаях время неизбежно стирает показания немых свидетелей и затуманивает впечатления и факты в памяти живых. Всю дорогу мы перебирали всевозможные дела за последние пятнадцать лет. Вереницы разных преступлений и происшествий, сотни преступных типов и характеров припомнились нам, но аналогий не было. Случай в Саранске был из ряда вон выходящим. Ночью мы приехали. Город встретил нас с проливным дождем, обрывистыми ямами разрытых улиц и черными провалами окон спящих домов. В первые же дни нашей работы выяснились очень интересные подробности. Оказалось, что дела, собранные для сожжения как при первом, так и при втором пожаре, были взяты из разных шкафов, где они хранились. Оказалось, что шкафы с архивными и гражданскими делами вовсе тронуты не были. Оказалось, что столы судей были взломаны топором, хранившимся за шкафом, и этого никто, кроме работавших в суде, знать не мог. Оказалось, что алфавиты и картотека были взяты из стола секретаря Нарсуда, и больше ничего оттуда взято не было. Оказалось, что в Саранске не было бандитских шаек, и местная уголовная хроника ограничивалась регистрацией скромных домовых краж и не очень значительных хулиганских выходок. Ясно было, что здесь действовали свои, знающие и уверенные руки. Бывший судей Адемидов вошел в комнату, где мы работали твердыми и спокойными шагами уверенного в себе человека. Высокий, чуть сутуловатый, этот человек молча сел, как бы ожидая вопросов. У него было тусклое, ничего не выражающее лицо, застывшее, как восковая маска, и только веки на этом странном лице беспрерывно и болезненно мигали. Я не спешил задать ему вопрос и с интересом разглядывал этого человека. Чувствуя мой взгляд, Демидов неожиданно начал зевать, протяжно, чрезмерно протяжно, как бы с удовольствием подтягиваясь и выгибая грудь, запрокинув назад голову. Так сладко и заразительно не зевают у следователя, к которому приходят в первый раз. «Вы что, не выспались? Тогда можем отложить нашу беседу до другого раза», — сказал я. Демидов понял, что переборщил и поспешил заявить, что он готов беседовать и сейчас. Я приступил к допросу. Демидов начал работать в Саранске с 1934 года. Странное совпадение. Сжигались дела, возникшие с 1934 года. Как вы это объясните? Чисто случайный момент. Допустим, но у меня есть данные, что вы подделывали определение суда об освобождении осужденных. Меня удивляет такое заявление. Но все же да или нет? Нет, безусловно. Установлено, что за взятку в 300 рублей вы изготовили подложные определения по делу Богачева, кулака осужденного в 1934 году за хищение зерна к десяти годам. Нет, это неправда. Это точно установлено. Покажите мне определение. Я предъявляю ему обнаруженное мною в судебном архиве фиктивное определение об освобождении некоего Богачева, написанное Демидовым от имени своего и несуществующих народных заседателей. Он с любопытством рассматривает этот документ и после небольшой паузы, не меняясь ни в тоне, ни в выражении лица, говорит. Да, это верно. Я и раньше хотел сказать, но как-то стеснялся, знаете. Действительно, я совершил преступление. И впервые его тонкие губы раздвигаются в попытке изобразить застенчивую конфузливую улыбку. Так началось наше знакомство. Итак, идя методом исключения, мы установили, что подожгли и убийство мог совершить только кто-либо из постоянных посетителей суда. Мы начали проверять в этом направлении одного за другим. Второй судья Палатов в ночь первого поджога был в выездной сессии в районе. Почему он поехал в сессию? Оказалось, что его накануне послал в сессию Демидов, который до этого собирался туда ехать сам. Почему Демидов изменил свое решение? В начале 1936 года Демидов рассматривал дело по обвинению некоего Галушкина в краже. Галушкин был приговорен к одному году исправительных работ. Вскоре после суда Галушкин дал Демидову 300 рублей, за что Демидов в приговоре после заключительных слов, приговаривается к одному году исправ работ, приписал всего несколько слов, условно, с испытательным сроком на один год. Это было грубо сделано, другими чернилами. Галушкин весной этого года, сидя в пивной, проговорился о ловкости Демидовских рук, и собеседник Галушкина Волков подал об этом письменное заявление в прокуратуру Мордовской республики. 27 апреля в республиканскую прокуратуру затребовали дело Галушкина и обнаружили подлог в приговоре, вызвали секретаря Нарсуда Григорьеву и допросили ее в связи с делом. Демидов в это время был в выездной сессии с прокурором Агаповой и слушал дело о поджоге колхозной конюшни. Вечером 27 апреля Демидов вернулся в Саранск и договорился с Агаповой, что 28 апреля, то есть на следующий день, они опять направятся вместе в выездную сессию в район. 28 апреля Демидов утром пришел в суд. Григорьева по секрету рассказала ему о ее вызове в прокуратуру республики по делу Галушкина. Демидов сразу изменил свое решение ехать в район. Он посылает вместо себя судью Палатова. Страх охватывает его. Он знает, что в десятках дел имеются аналогичные подлоги. Это все может всплыть, обнаружиться, и тогда крах. Что делать? Как быть? И по еще не исследованному до конца закону ассоциации Демидову вспоминаются факты, которые он рассматривал накануне. Он слушал дело о поджоге. Он вспоминает все обстоятельства этого дела. Как все это просто, возможно, осуществимо. Поджог. Вот оно, нужное слово. Нужное действие. Единственный выход. Единственная возможность спасения. И в ту же ночь горит нарсуд. Скажите, Демидов, почему вы не поехали 28 апреля, как собирались в выездную сессию? Судья Палатов не хотел рассматривать назначенное в этот день дело, и потому мне пришлось остаться. Поехал он. Палатов это отрицает. Он говорит, что наоборот вы не хотели ехать. Палатов врет. Показания Палатова подтверждают, однако, и Григорьева, также слышавшая, как вы говорили, что не можете поехать, потому что заняты. Григорьева путает. По словам Григорьевой, она вам 28 апреля сообщила, хотя и не имела на это право, что была вызвана в прокуратуру республики по делу Галушкина. Это верно? Она мне это сообщила после второго пожара, а не 28 апреля. Мы производим очные ставки. Демидов изоблечен. Выясняется, что еще до первого поджога Демидов уничтожил переписку по судебным делам. Это было перед ревизией. В суде накопилась разная переписка, оставленная без движения. Здесь были заявления, запросы по делам, жалобы. Демидов вскрыл эту переписку от ревизии и приказал Григорьевой сжечь ее. Демидов отрицает это, но Григорьева припоминает, что Гусева тоже видела, как сжигалась переписка, и Гусева это подтверждает. Под тяжестью очной ставки с Григорьевой и Гусевой Демидов вынужден признаться. Да, это было, медленно цедит он. Я упустил из виду. Конечно, это преступление. Я легкомысленно поступил. И снова на его лице появляется застенчивая улыбка. Так пошло следствие. Одно за другим раскрывались преступления, которые совершал Демидов. Выяснилось, что он кулак, проникший обманным путем в партию и в судебный аппарат. Первый пожар был сразу замечен и быстро ликвидирован. Сгорела незначительная часть дел. Надо спешить. Демидов каждую ночь приходит в суд, но новая сторожиха Стешина, как назло, не уходит из здания, ночует здесь же. Каждую ночь Демидов приходит в суд и пугает крестьянскую девушку. В три-четыре часа ночи он стучит в ее коморку. «Ксения, ты еще жива? Тебя еще не убили?» Стешину пугают эти ночные визиты. К ней приезжает повидаться из деревни мать. Дочь рассказывает матери об этом. Она плачет и говорит, что ей страшно, что Демидов ходит неспроста. Старуха уезжает в деревню. Мог ли Демидов предположить, что устами своей матери будет давать показания по его делу убитая им Стешина? Демидов продолжает ходить в суд. Он надеется, что напуганная им Стешина не станет ночевать в суде, но Стешина боится, что если она уйдет с дежурства, то ей влетит, ее уволят. Ей даже кажется, что строгий судья проверяет, исправна ли по службе новая сторожиха. И она делится своими соображениями, кроме матери еще и с теткой, о существовании которой Демидов не знал. И Демидов наконец решается. В ночь на 16 мая, приказав жене отправить домработницу ночевать подруги, он спешит в суд. Он убивает Стешину, сжигает на этот раз все дела, инсценирует картину налета. Еще до своего ареста Демидов заготавливает письмо в Верховный суд. Он-то ведь знает, что его должны арестовать. Он пишет на всякий случай. Я незаконно арестован. Я посажен без предъявления обвинения. Меня обвиняют в поджогах, которые совершили бандиты, но которых не могут поймать. Я прошу вашей защиты. И он просит жену в случае его ареста отправить это письмо. Письмо это я обнаруживаю при обыске в квартире Демидова, запрятанном в русской печи. Демидов смущается, когда я предъявляю ему этот документ. Неловко, знаете. И он говорит, да, это моя ошибка. Верховный суд республики приговорил его к расстрелу.